Привет, меня зовут Димми, и сегодня я расскажу про Таймер Пауэр. Данное устройство выполнено в форм-факторе M5 Stamp и предназначено для управления электропитанием. Главные функциональные особенности включают наличие часов реального времени, контроллера зарядки литиевого аккумулятора и преобразователей постоянного тока. Дополнительно в комплекте идёт шестигранный ключ и ГРОФ-разъём. Давайте снимем корпус и посмотрим на печатную плату. В качестве часов реального времени используется микросхема BM8563, контроллер зарядки TP4057. Повышающий преобразователь постоянного тока SY7088 и понижающий SY8089. Также есть физическая кнопка Wake для пробуждения и красный светодиод Keep Alive для отображения состояния в работе. На обратной стороне доступны 10 контактов, за исключением Земли. СДА и СЦЛ необходимы для установки таймера. При переходе устройства в режим в работе включится преобразователь SY7088 и появится напряжение на контакте 5V-OUT. Также появится напряжение с выхода аккумулятора на контакте BAT-OUT. Если подать низкий уровень на контакт 3V-3-N, то запустится преобразователь SY8089 и появится напряжение на контакте 3V-3-OUT. Перевести устройство в режим в работе возможно с помощью нажатия на физическую кнопку, расположенную на печатной плате, либо же подать низкий уровень на контакт WAKE. Для сохранения данного режима необходимо подать высокий уровень на контакт HOLD. При этом напряжение на WAKE уже учтено не будет. Положительную клемму аккумулятора подключают к контакту BAT-IN, а отрицательную – к земле. Для зарядки аккумулятора и неавтономного электропитания используют внешний источник постоянного тока с напряжением 5 В, подключенный к контакту 5V-IN. Все очень просто. Сейчас мы сделаем простейший автономный датчик движения с Wi-Fi, который будет отправлять свое состояние по UDP на компьютер. Из аппаратного обеспечения я решил использовать Atom Light, Unit PIR, литиевый аккумулятор емкостью 150 мАч, инвертор логического уровня на транзисторе 2N 4.2 и, конечно же, сам таймер Power. Все это очень хорошо удалось расположить на печатной плате с размерами 5 на 7 сантиметров. Давайте теперь сделаем программу для нашего устройства в UI Flow. Создадим переменные с номерами контактов. Устройство будет включено. Это будет включаться либо от датчика движения, подключенного через инвертор, к контакту Wake, либо по таймеру. Как правило, длительность сигнала Wake незначительная. В случае с юнитом PIR она составляет приблизительно 2 секунды. Этого времени может быть недостаточно для запуска микроконтроллера и отправки данных по сети. Поэтому и предусмотрен контакт Hold, о котором я говорил ранее. Давайте установим на нем высокий логический уровень. Теперь мы должны узнать состояние датчика движения. Для этого сначала настроим контакт Wake на вход. Далее создадим переменную и сохраним в нее значение. Этот шаг необходимо выполнить как можно скорее, ведь мы знаем о том, что длительность Wake сигнала очень невелика. Теперь можно не спеша подключаться к Wi-Fi и отправлять данные. Используем UDP клиент. Укажем адрес компьютера, получателя и порт. Теперь обработаем полученное ранее состояние с датчика. Если движение не обнаружено, то устройство было переведено в режим «В работе» по таймеру. В таком случае зажжем зеленый светодиод и отправим сообщение о том, что наше устройство в сети. Если движение не обнаружено, то устройство было переведено в режим «В работе» с помощью сигнала Wake. В таком случае зажжем красный светодиод и отправим сообщение об этом. Завершим работу UDP клиента. Сейчас мы научимся устанавливать таймер, который будет пробуждать через определенный временной интервал. Так можно понять, что устройство, например, не разрядилось или его не украли. Настроим I2C интерфейс для подключения к часам реального времени в таймер Power. Далее укажем адрес часов на шине. Теперь создадим функцию, которая будет принимать в качестве аргумента количество секунд, на которые будет заведен таймер. При написании собственной функции изучите документацию на микросхему. Добавим вызов нашей функции, которая будет пробуждать устройство каждые 15 секунд. С практической точки зрения это слишком мало, так аккумулятор будет очень быстро разряжаться. Однако я использую данное значение в демонстрационных целях. Обычно в бытовых датчиках этот интервал порядка 8 часов. Добавим задержку в одну секунду, чтобы светодиод подольше светился. Опять же в демонстрационных целях. На практике это не полезно. Затем погасим и установим низкий логический уровень на контакте холл для перевода устройства в режим сна. Готово! Можем загрузить программу во флеш-память и подключить AtomLight. ПОДПИШИСЬ! 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 режиме в работе составляет приблизительно 150 мА. В режиме сна около 100 мА. На этом наш урок подошел к концу. Спасибо за просмотр. До свидания.